Восьмилетний минимум юаня, 60-процентная вероятность выхода Италии из Евросоюза и контракт на 4,5 миллиарда долларов от Siemens – самое интересное в этом выпуске. Здравствуйте! Юань очутился на минимальных позициях за последние 8 лет. Китайская национальная валюта упала в цене на фоне подорожения доллара. Сегодня утром за зеленый давали 6,849 юаня. По мнению аналитиков, столь стремительное снижение курса китайской национальной валюты – результат неожиданного для многих исхода голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. В то же время снижение стоимости юаня может сыграть на руку Китаю, так как у КНР могут осложниться торговые отношения с Соединенными Штатами Америки и текущее обесценивание минимизирует последующие риски. Отмечу, что несмотря на снижение стоимости к доллару, юань все еще стабильно держится в корзине валют. По словам Роджера Бриджеса, экономиста в Nikko Asset Management, сейчас американский доллар действительно вышел на первый план, но взвешенный по удельному весу во внешней торговле курс юаня немного укрепился. Эксперты утверждают, возможность значительного снижения курса в долгосрочной перспективе исключена. По прогнозу China International Capital Corporation, на конец 2017 года за доллар будут править почти 7 юаней. Италия стоит в очереди на выход из Евросоюза. По данным Deutsche Bank, есть 60-процентная вероятность того, что итальянцы проголосуют против конституционной реформы, после чего могут выйти из Евросоюза. Судьба страны будет предопределена на референдуме по изменению конституции. Некоторые СМИ уже прозвали это голосование Италлив. Да, итальянцы пока не будут отдавать голоса за или против Европейского Союза, пока речь идет об изменении роли и функции Сената. Число сенаторов планируется существенно сократить. Оппозиция выступает против этой реформы, так как утверждает, что Рим концентрирует власть в центре. Если реформа не найдет поддержку у итальянцев, премьер-министр Матео Ренци готов уйти в отставку. В таком случае должность может занять евроскептик, лидер оппозиционной партии Лига Севера Матео Сальвини. Такая неопределенность уже отыграла на долговом рынке. Доходности десятилетних облигаций итальянского правительства превысили отметку в 2,1%. Показатель на максимумах с лета прошлого года. И это, судя по всему, еще не конец. Симмонс потратит 4,5 миллиарда долларов на Mentor Graphics. При помощи американской компании немецкая группа планирует расширить возможности в сфере программного обеспечения для промышленного сектора. Цена покупки завышена на 21% по отношению к рыночной стоимости акции Mentor Graphics. Симмонс готов заплатить 37 долларов 25 центов за акцию, сообщает Reuters. По расчетам Симмонс, покупка Mentor обеспечит увеличивание прибыли на акцию в ближайшие 3 года и поднимет прибыль до вычета процентов и налогов более чем на 108 миллионов долларов в течение 4 лет. Кроме того, это стратегическая сделка, которая поможет Симмонс AG следовать собственной программе Vision 2020. Напомню, глава Симмонс Джо Казер намерен реорганизовать группу, чтобы сделать ее более прибыльной и гибкой посредством продажи непрофильных активов и увеличения инвестиций в те сферы бизнеса, которые являются наиболее перспективными с точки зрения роста и маржи. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Оставайтесь с Dukascopy TV.